Ребята, доброе утро! Мы уже дома, уже переночевали, все хорошо, я навожу порядки, ребенок золотой мой там спит. Многие спрашивали, какая у нас кроватка. У нас вот такая вот чико, она называется Next to Me, она очень удобная в том плане, что ее можно приставлять вот так вот в кровати, и вот эта вот часть как бы отсоединяется, и прям вот получается как кровать к кровати. Здесь у меня дурдом, разбираю все. Я белчоник такая. Белчоник жарко, скажи, да? Хотела вам показать. Боже мой, столько всего тут такого красивого. Вадим тут все подготовил. Хоть он не уехал, но знаете, я когда сюда пришла, я почувствовала, насколько он старался именно создать весь этот уют. Такая стала немножко после рода в эти дни эмоциональная. Хоть он и уехал все равно, я знаю, что ему там очень тяжело, что он скучает за нами, и что мы очень-очень скоро будем вместе, что мы это делаем ради нашего будущего, чтобы малышка наша жила все-таки в лучшей стране, чем Украина, в лучших условиях. Вот. Так что он подготовил мне эти цветы, что я вам показывала из роддома. Мы их привезли, но у нас так жарко дома, что они уже, конечно, вянут. Тоже вот такой вот гелевый шарик с Hello Kitty. Вот это вот тоже мои друзья дарили. Вот эти тоже. Ну, сейчас такая жара, что гелий вообще очень быстро улетучивается. Тоже там разные подарочки, свекровь. Подарила нам одежку на годик, потому что у нас уже столько одежды есть, как бы. На этот она уже такая, чтобы на вырост, вот точно, чтобы на годик, на следующий год. Вот такой вот здесь набор красоты такой вообще. Вот тут мой телефон. Тут, в общем, я еще все, видите, наложу порядки. Боже мой. Белка, вот это ты королевна. Ты нормально устроилась? Устроилась нормально там, да? Нормально. Смотрите, а тут у меня вообще рай. Меня друзья поздравляли. Вот столько цветов красивых. Вот здесь у меня уже сушилка стоит, я извиняюсь, но как бы это дела житейские. Вот еще цветы, боже. Просто, знаете, заходишь, такая красота. Жалко, что жарко, и они так бедненькие. Быстро вянут. Вот здесь такая прелесть. То, что мне папа дарил, это вообще. Сейчас я вам покажу тоже опять. Ну, цветочки уже завяли, блин. Хоть они и стоят там в пропитке, но с такой жарой, особенно, вот этот вот цветок был безумно красивый. Но он такой нежный. Посмотрите, какая красота. Вот аж просто. И вот это вот я потом буду хранить. Здесь всякие ее штучки особенные. Вот эта вот необычность в подарках, которые я люблю, у меня от моего отца. Потому что он всегда дарит подарки со вкусом. Такие вот, вроде и такие, я не знаю, вроде и цветы, но такая вот подача необычная. И, блин, очень круто. Вот это те цветочки, что Вадим мне дарил. И здесь еще его брат тоже мне такие же розочки, только в другом цвете подарил. Ну, видите, как жарко у нас тут. Ну, вообще нереально жарко. Розы такие тоже нежные. К сожалению, они завяли. Ну, ничего, они так пахли. И такая прелесть. Перед этим видео, если у вас есть какие-то вопросы, я загружу первое видео именно о своих родах. Полностью все расскажу. Еще раз хочу сказать, что то видео не то, чтобы там кого-то запугать, да, что у меня был такой вроде тяжелый случай. Я все равно настроена позитивно. Я все равно прошла весь этап, скажем так, родов. Да, я не смогла сама родить из-за того, что у меня раскрытия не было. Вот это счастье, которое там лежит в спальне, ради них это все и стоит делать. И все это вообще настолько быстро забывается, как вы только слышите голос первый раз. Все, это все забывается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как хорошо, что мы спим. Где белчоник? Где белчоник? Привет, привет, ребятки. У нас сегодня уже такой насыщенный день прям был. Эх, кто-то тут лежит, прохлаждается. Любимое местечко ее. Где мои сладкие? Белчоник. Белчоник. Привет. Ой, боже мой, на две лапы становимся прям вообще. Что-то это за коробочка, чтобы сквознячка не было. Сегодня уже, как всегда, еще очередное раннее утро. Сегодня мы поехали на фотосессию к фотографу. Вообще, я очень-очень хотела к ней попасть. Яровая Александра. Вообще, я безумно рада. Вы знаете, я не думала даже, что настолько это сложно, делать такие фотосессии. Это просто вот действительно надо быть так мастером всего этого, потому что она ее так прям там складывала, утешала. Я даже для себя так отметила некоторые приемчики, успокоения. У меня даже папа там заснул, мне папа помогал, со мной поехал. И сразу, как бы я так, когда мы только зашли вот в студию, вот знаете, я всегда очень чувствую энергетику людей. Вот от нее так повеяло теплом, таким вот, не знаю, хотелось просто ее обнять и зажмякать. Вот, поэтому мы с Повой пошли обедать, оставили как бы их делать их работу. Я так поняла, что она как бы, ну, с мужем вместе они работают, потому что там без ассистента точно никак. Так что мы пошли пообедали в вегетарианский ресторан. Очень-очень вкусно. Вот, и потом вернулись, и вообще папа мой вырубился, там белый шум играл. У нас тоже есть игрушка с белым шумом, я ее вот сейчас включила. Буду пытаться вот включать, чтобы как бы шумело у нее на фоне, чтобы более спокойный сон был, возможно. Хотя она когда вырубается, ей не нужен никакой белый шум. Вот, и что еще? Да, я как-то так прилегла, тоже начала там засыпать. Вообще уже не дождусь, чтобы увидеть фотографии. Часто же забрала посылочки с новой почты. Хочу сейчас открыть, посмотреть. Взяла себе некоторую одежду для кормления. Надеюсь, что мне подойдет. Также взяла себе хлопковые высокие трусики. Потому что бандаж вообще нельзя носить, кто не знает. Девочки, вообще не носите бандаж. Бандаж после кесаря вам можно носить только первые двое суток. И вообще после беременности тоже не надо носить бандаж. Потому что все органы должны вернуться на место сами по себе. И как бы матка тоже должна сокращаться сама по себе. Если вы будете носить бандаж, то это просто все атрофируется и будет как бы неправильно. Поэтому нам что на курсах говорили, что нельзя бандаж, что в больнице тоже все говорили, никакой бандаж не нужен. А мне папа просто взял, подарил бандаж. Но я думаю его попытаться продать. Потому что для тех, у кого, к примеру, проблемы со спиной или еще что-то, это, конечно, спасение. Ну или себе оставить. Но он там не моего размера явно уже. То есть он меня замерял, когда я еще была в роддоме. А сейчас я уже меньше по объему. Поэтому я его попытаюсь продать. Вот. Очень хочу раскрыть посылочки. Так что там трусики, одежда для кормления. И что-то еще я уже... А, и лифчик для кормления. Здесь, кстати, мои цветочки стоят уже практически все завяли. Так жарко, бедненькие. Вот эти вот вообще уже завяли, надо будет выкинуть. Те, что мне папа подарил тоже, к сожалению. Сейчас еще скоро приедет, совсем скоро, папина жена с моей сестричкой. Потому что они уезжают на море, и она хочет вот еще как бы побыть с малышкой. Она прям вообще, наверное, одна из тех, кто больше и больше ждал ее появления. Прям всегда спрашивала, ну когда уже, ну когда? И когда мы с выписки здесь были, она просто от нее не отходила. Вот. А завтра прилетает моя мамочка на неделю. Я так соскучилась за ней. И знаете, тоже почти все как бы уже маленькую видели. Еще моя бабушка с тетей тоже обязательно придут, потому что они были в селе. Вот. И вообще я буду очень-очень рада, что мамочка вот прилетает. Наверное, будет много вопросов, как я себя чувствую, как я справляюсь. Конечно, сейчас я как-то мало так сплю. Потому что, ну понятно, теперь это не мой режим, это теперь ее режим. Делчонок тут сидит. Цветочек ты мой. Цветочек ты мой. Красивый такой. Вот, конечно, я под нее подстраиваюсь. Она очень чувствует, когда я вот нервничаю или волнуюсь. Она вот не может заснуть. Вот у нас было вчера вечером и позавчера вечером. Потому что я ее долго не могла уложить спать. Но потом, если она спит, то она спит как бы очень хорошо. Вот. Просто сейчас единственное, как я ее могу уложить спать, это просто грудью. То есть я не нашла еще никакие альтернативные методы. Но вот сейчас, когда мы были в студии, там играл белый шум. А я пока нашу игрушку не включала с белым шумом. Сейчас я ее включила, пусть в кроватке играет. Возможно, если она так будет как бы... Хотя, ну когда она засыпает, она и не просыпается. Но бывает, я ее как-то не докормлю. И тогда она засыпает совсем ненадолго. И вот опять как бы просыпается. Ну такое, в общем. Знаете, только немножко недели. Мы как бы в этом новом мире. Поэтому, естественно, мне еще нужно там, возможно, многому учиться. Какие-то такие к ней подходы применять. Но сейчас самое главное для нее это просто кушать, спать. Чтобы я была рядом. Когда ее кто-то другой так на руки берет, она не очень радуется. Поэтому вот меня сегодня в студии действительно удивило, насколько вот девочка-фотограф могла вот и успокоить ее, и все. И это действительно такое золотое мастерство. Я даже в шутку сказала, вы там не подрабатываете нянями, возможно, чтобы как бы нанять их нянями быть. Действительно, это хороший бы бизнес был. Смотрите, вот такой вот первый костюм. В принципе, мне нравится, что он такой свободненький. Не знаю, шорты, я не знаю, как. Они, конечно, не с такой посадкой должны быть, как сейчас на мне. Шорты немножко странно на мне смотрятся. Но он такой мягенький, приятный. Мне кажется, вот чтобы ходить по району, куда-то там на почту или еще что-то там потом с колясочкой гулять, то будет отлично. Видите, такой вот у меня еще животик. В общем-то, да. И здесь, получается, секрет для кормления. Сняла, чтобы вам лучше показать. Вот, видите, вот здесь на всю длину молния. Ну, просто открывается, и вот можно как бы удобно кормить. Вот здесь на всю вот это вот. Он такой мягенький, кстати, очень приятный. Такой вот лифчик миленьких горошек с кружевом. Конечно, мне больше нравится форма, когда, возможно, больше поддержки. Знаете, просто вот такой вот прямой у меня есть топик. Но это тоже миленькое. Главное, они не сильно дорогие. Смотрите, какая милота вообще. Такая ткань здесь приятная. Такая милая горошка. Немножко подкатила рукава. Оно как бы вот такое вот, ну, свободненькое все. Очень-очень милое. Это МК. Я размер взяла МК, потому что по груди. Ой, какая прелесть. Но немножко еще расправится. Проглажу. И здесь вот такой вот, смотрите, карманчик. Карманчик. Вверх идет молния. В общем, до самого верха. Оп. И вот так вот тоже можно кормить. Оно еще выше идет, до самого-самого верха, чтобы было прям удобно. Все, сейчас переоденусь и покажу вам тоже посылочку от Вилета, которую я получила. И, наверное, уже будет все, потому что, скорее всего, вот как раз придет. Придет. Гости к нам придут. Сейчас, кстати, хотите послушать именно звук белого шума, который исходит от игрушки. Там есть разные вообще, разные шумы. Если вам будет вдруг интересно посмотреть про игрушку, это Вадим ее с Польши привез. Это польская фирма. У нас, к сожалению, в Украине не представлено, но я знаю, что они в России есть. Привет, ребятки. Сейчас уже такое суперактивное утро, уже точнее день. Малышка спит. Супит вот там вот в люлечке у себя. Он скоро проснется. Ко мне сейчас должна девочка прийти, сделать мне педикюр. Хорошо, что можно вызывать на дом. Та же девчонка, к которой я всегда и хожу, она просто у меня на районе живет. Мамочка побежала в магазин. Ко мне мамочка прилетела. Не помню, говорила я или нет. Вот сейчас свекры тоже заехали. Гостиницы привезли с села. Уже мама вчера просто столько всего накупили, надарили для маленькой. Она еще на вырос. Даже не знаю, может, потом отсниму отдельное видео именно, потому что столько-столько всего. Опять и вчера она в ГЭПе еще купила такие прелестные сейчас платьички. Хочу их постирать, чтобы одеть ей. Потому что очень многие мне говорили, типа, почему вы там накупили кучу одежды на 56 размер, надо брать больше. Ла-ла-ла, все же такие суперсоветчики. А мы родились 50 сантиметров, и в итоге все на нас большое. Вот, я так хочется ее понаряжать, вот что-то красивое. Мама мне еще сделала подарок. Привезла рюкзачок от Кельвин Кляйн и косметики. Хотела вам показать еще рассылочку от Веледы. Наверное, будет фоточка на это. Но вот такие вот для волос. Коко Шанель Мадемуазель и Шанель Шанс классический. Новая палетка от Урбан ДиКей. Вот, я хочу отснять видео с ней вообще тест-драйв. Первое впечатление. Чипчики для ресниц от Мак я хотела. Мой любимый крем от Ориджин с Гинзинг. У меня мой заканчивается от Клиник. Вот, хочу повторить. И вот такая вот прикольная рассылка от Веледы была. С их цитрусовой серией. Здесь молочко для тела. Дезодорант очень классный. Я им уже пользуюсь. И гель для душа тоже офигительный. Такой мягкий, такой цитрусовый. Очень приятный запах. Вот, и все, такая красота. Здесь пытаюсь какие-то порядки навести, но что-то не получается. Я живу тут в пижаме снова. Ну, в домашней одежде точнее. Это вот осталось из-под цветочков. И здесь хочу как-то вот сложить. Я сохранила прищепочку с кубиком. И вот эти вот выписки о ее рождении, о времени, о всем. Тут надо тоже навести порядок. Тут мамочка вчера принесла еще подарок одежду с ГЭП. И тоже получила в подарок от девочки, с которой я на йогу ходила от Насти. Вот такую вот красоту. Мишку такого, подушечку. А это вот, когда нас фотографировали, не помню, показывала я или нет. У фотографа у нее Борнфото. Она подарила нам енотика. Я сказала, что мы очень с Вадимкой любим енотов. У нее такие вот игрушки. Вообще такая прелесть. Мы собираемся на нашу первую прогулку с колясочкой. Нужно поехать в роддом, где я рожала. Мне будут снимать швы. И вот мы решили сегодня с утра с мамой собрали коляску. Сейчас будем вызывать такси, когда на улице будем. Посмотрим. Надеюсь, что все будет хорошо, что она будет спатоньки. Еще вчера я пыталась выйти с ней со слингом. И, блин, она проснулась. Короче, начала плакать. И нам пришлось вернуться. Вот, одеваю платьечко, которое подойдет для кормления. И, в принципе, сейчас буду ее одевать тоже в платьечко. Мама такую красоту с ГЭП подарила. Посмотрите, вот такие вот трусики розовенькие. Вот такое вот милое платьечко. И вот такой вот бантик у нас к этому всему будет. Стоит там мой мамусик вдалеке с моей куколкой. Красота, как милая. Даже ностальгия какая-то теперь. В общем, в итоге ничего мне не надо было снимать. Оказывается, швы там саморассасывающие. Тут ветер. Ну, в общем, посмотрел врач. Встретились с врачом. Все хорошо. Передала гостиницы, сладости. Все. Я в Инстаграме уже фоточку выставила, где идея с колясочкой. Но вот многие спрашивали, какой же мы транспорт купили. Я как бы рассказывала, что мы еще просто не собирали коляску. Поэтому смысл было показывать. Но это Chico Urban. Это модель 2017 года. Это Urban Crossover. Там немножко колеса как бы улучшены. Что-то там с амортизацией тоже немного другое. И вот этот вот чехол, ткань универсальный. Это, я не знаю, есть ли он до сих пор, но это была лимитированная такая серия с каким-то таким вот дизайнером. Кейт Моррес. Вот мне очень-очень понравилась вот эта расцветка. Что вот такая вот колясочка, она легкая, она весит 10 килограмм всего лишь. Очень маневренная, очень удобная. Вот даже как бы мне, я мелкая, но мне реально удобно очень с ней ходить. Тормоз здесь как бы впереди. Здесь колеса тоже можно регулировать, чтобы они либо двигались в разные стороны, либо фиксировать, чтобы они ровно шли. И что самое удобное, не нужно никакие блоки менять. То есть она трансформер, вот это вот из люльки делается, потом сидячая, просто там ремнями затягивается. Немножко другой комплект ткани тоже идет в наборе. И вообще, и тоже цена у нее очень хорошая, потому что, ну, лично нам не хотелось брать супер дорогую коляску. У меня как бы критерии были, чтобы она была легкая, маневренная и чтобы она не была громоздкая. Спасибо.